этот сон продолжается ведь у нас как бы такая широта восприятия какая должна быть что мы видим как этот сон происходит и на основе знания как бы просто понимаем что все это происходит без реакции муж не сильно прямо там фанатично за белых или за красных потому что в принципе и белых и красных играет один актер и мы-то это уже видим мы-то видим что король голый пяще сознание не видит она видит чины стоит вот так вот ну то есть а мы видим что и те боятся эти боятся у этих своя правда у этих своя правда и а как сказать что этот не прав а этот прав как формировалась ты я как она формировалась за того она и будет возвеличивает у всех разная точка зрения и мы говорили что наблюдатель всегда прав почему потому что он наделяется информацией которая есть здесь эта информация имеет право на реализацию если бы все были одинаковые мир бы упал и вот появляется такое разнообразие появляется вроде как бы не однобокость потому что если бы была однобокость то ну как был так fix все на одну линию стали бы и не было бы равновесия какого-то да так вот это разнообразие продолжает происходить теперь мы продолжаем быть в этом все но мы теперь видим это с уровня сознания как сон которому мы серьезно не относимся а почему мы серьезно не относимся потому что мы теперь когда самосознание вот это вот нужно развивать в процессе медитации когда мы в самосознании прямо знаете как качество чувствовать единство мы же очень хорошо ясно чувствуем одиночество будучи отождествленными с чувством я может прям хорошо это замечаем да а вот когда мы отражены сознанием мы как бы вроде что чувствуем но может быть отчетливо не различаем единство поэтому это качество нужно ну как бы специально акцентировать что в этом самосознании есть вот это единство может быть опять же через перепросмотр истории вот в этом самосознании проходить через истории разделенности и видеть а как это единство ощущается в этих разделенных историях до все переживать во время практик и точно также мы боимся смерти это мы хорошо отчетливо уже замечаем чувствуем да потому что опять же мы потому что если омраченное сознание она не чувствует смерть она чувствует тенденции униженность соответственно агрессию и уровне защит но мы с вами уже чувствую вот этот страх смерти да а когда мы в самом сознании может быть мы и не чувствуем и бессмертие вроде как-то легче становится и достаточно но все уже задача максимум легче стало опять же да вот мы сегодня проводили индивидуальную консультацию легче стало и ну и уже даже не важно что я опять асмита то есть если легче то можно быть и асмитой мне же легче стало да но это тоже а это уже первый шаг к ловушке да 6 тебе легче стало это дуальность выделено значит следующий шаг тебе станет хуже тяжело опять да поэтому легче стало но надо опять выводить а кому легче стало опять я а я разве это я ну конфронтация до самоосознание и пропустить как прану это легче тебя не затрагивает это открытая чакра техника не затрагивает это энергия любви источающиеся из открытой чакры тебя тоже не затрагивает а вот это уже очень тонкая тонкая игра потому что рад же силен легче и сразу в этот мир который тут же стал настоящим потому что легче же но и это я оживилась и там сразу же вместе с этой оживленностью алчность мне побольше побольше до запасом и тут все и только очнулись когда перешли вот уже вот во вторую форму когда опять тяжело самоосознание самоосознание она транслирует бессмертие то есть это вот тоже очень важно пережить как некое понимание как некий такой оттенок вот самоосознание да ну как как вот шлейф какой-то да это же все равно как-то ощущается вот такой тон оттенок аспект самоосознание единство и бессмертие вот эти два момента потому что это как раз анти или противо а смитное средство потому что бич а смит и как только смита появляется появляется отделенность одиночество и следом отождествление с телом и страх смерти а дальше все влечения отвращения отвращения относительно одиночества и смерти они же идут в общем то и поэтому когда мы отождествляемся с сознанием различаем то что мы всегда им являемся но мы его не различаем пока она омрачено и вот когда происходит такое просветление сознание пробуждается различает себя и вот в этом развлечении важно переживать себя как единое и бессмертное именно акцент такие делать то что это как бы исцеляет ум который привык считать что есть смерти она реально и что есть одиночество она реально и вот прямо проходить по истории по вот этим снам да где было одиночество и страх смерти с из сама сознание и теперь из переживания знания бессмертия и единства но это очень важно делать именно прицельно что не потому что просто самоосознание но это вот как бы вроде как бы легче но непонятно чего и зачем то есть понимаете мы сейчас чем занимаемся мы занимаемся но вот этим вот расчленением то есть мы разбиваем по кусочкам по аспектам и прорабатываем их это такие очень точечные воздействия но они умышленные для опять же снятия омрачения потому что со смитой по-другому нельзя чуть начинаешь обобщать ну а смита и довольно потому что обобщение это не конкретика ну и там можно спрятаться там можно как-то завуалировать там можно опять запутать в этом обобщении а когда мы видите конкретно не просто легче стало а я чувствую бессмертие и это сразу шах и мат потому что а как а как теперь осмите манипулировать она же манипулирует сейчас сдохните сдох умрут спасает отстаивать свою точку зрения настаивай а если смерти нету то как-то и мотивация вся пропадает а как если вы не боитесь одиночества а зачем вам насиловать свой организм и зарабатывать но все выпуклости там геморрой варикозное расширение вес грыжу там чего-то да все выпуклости это от насилия варикозное расширение вен варикоз это же тоже выпуклость слабость стенки она на чем основана на жалости жалость это вот эта слабость слабость и она даете слабину и продавливается все как бы такая выпуклость образовывается потому что слабина что вы берете на себя лишнее тащить тащить нагружаете сверх положенного и это изо дня в день а некоторые же уже рождаются с этим и знаете варикозное расширение же не только у женщин у мужчин бывают тоже очень серьезные такие вот вены а это же получается как вот но это вот видите вплетено в качество в генах это слабость она передается там через эмоции постоянно да это прана течет таким образом но вот орган мишень это сосуды осуды да ведь у всех свои органы мишени вот та проблема которая появилась это значит дичь бегает там мне не надо поймать да это хорошо что есть дичь а ведь видите вот этот вот пример гаутама буду он же царевич был вот в его случае он же не вернулся после пробуждения хотя почему бы и нет а он стал таким вот странствующим монахом остался без собственности без ничего ну то есть вот почему ну ведь его знание так он же руководствовался знанием опять же чем все руководствуются знанием я считаю что это самое высшее знание либо вы получили это посвящение через учителя до вас дошел этот путь и сущность игры и тогда вы понимаете как играть либо не получили и до вас не дошло когда вы будете видеть другое то что видишь и видит подозревающие что-то ну там ну то есть надо как-то семья безопасить давайте с вами поставим задач во время сама сознания прицельно переживать единство и бессмертия и ходить именно в самоосознание во все эти истории и в этих историях теперь присутствовать не из-за смиты со страхом смерти и одиночества а из самоосознания бессмертием и единством и